Может ли геймерская мышь поместиться в карман? Ну, само собой, что любая геймерская мышь поместится в карман, если он большой, либо кенгурячий, какой-нибудь карман. Но я говорю о обычных карманах, обычных штанов, пиджаках, пальто, не знаю, там и так далее. Может. Называется такая мышь Rock Strix Carry. Она у меня сразу вот в таком вот чехле. Это, ну, естественно, продаваться будет не только с чехлом, а еще и с коробкой. Но коробку я не видел, поэтому не скажу вам, как она выглядит именно сама коробка. Мышь безумно компактная. И у меня есть два варианта того, как это можно использовать. Во-первых, для девушек-геймеров, для девушек с очень маленькими ручками. Маленькими, аккуратненькими, нежными. Либо же для мужчин, у которых очень маленькие ручки. Вот. Либо для тех геймеров, которые путешествуют. Ну, потому что все-таки геймерские ноутбуки существуют, а значит, это устройство, которое нужно перемещать. И, скорее всего, эти люди играют где-то там прям вот чуть ли не на улице. И для таких людей это будет действительно удобно. Мышь, которую можно реально взять с собой. Для меня, сразу говорю, это, ну, как бы нужно понимать, что для человека с огромнейшей лапой эта мышь будет, ну, не для многочасовой, я не знаю, там, игры в какой-нибудь шутер, либо что-то еще. Потому что я люблю, когда мышь вот так взял, понимаешь, что в руках вещь. А тут, как бы, хват пальцевой, да. То есть, я чисто пальчиками ее так вот держу, и все. Даже примерно на вот эту вот часть она не опирается. У этой мыши шесть кнопок. Две, естественно, здесь. Колесико мышки, кнопок переключения DPI. И с левой стороны есть две боковых клавиши. По бокам она прорезинена. У нее есть такой вот красивый рисунок. Горизонтальный, вертикальный, точно такой же с левой стороны. И эта мышь беспроводная. Она не заряжается никак по кабелю. То есть, здесь не стоит аккумулятор. Здесь стоят батарейки обычные, типа 2А. И у нее есть два варианта подключения. Она может подключаться как по 2,4 ГГц. То есть, по радио частоте, так и по Bluetooth. Но есть маленькие ограничения. Если вы хотите по-человечески играть, действительно, по-геймерски, чтобы все на максимальных частотах было с максимальной частотой опроса, то в таком случае вам нужен радиопереходник, который вы вставляете в свой ноутбук и играете. Ну, либо не ноутбук, а ПК. Если же Bluetooth, то частота опроса сенсора падает до 125 Гц. Само собой, что в таком режиме играть во что-то очень-очень экшеново нежелательно. Есть сразу он в комплекте, этот переходник. Само собой, он всегда носится с собой, потому что мышь для тревела. И крышечка находится, она держится на магнитах. То есть, нужно просто подковырнуть легонечко ручкой своей, либо чем-то еще. На двух магнитиках, то и содержится, снимается крышка. И здесь мы сразу видим этот нано-переходник, который мы вставляем в наш ПК, либо в нашем случае в наш ноутбук. И мы видим здесь также две батарейки. И видим свечи, на которых прям латинскими буквами написано AMRON. AMRON с синими отбойниками, которые рассчитаны на 50 миллионов нажатий. Если быть точным, то это у нас с вами 2DFC-FK, стандартно комплектно. Но, как мы знаем, у ROG часто это бывает в комплекте. И в комплекте у нас есть еще дополнительные свечи, которые более упругие на нажимание и более тихие по сравнению с вот этими. Это у нас с вами тоже AMRON 2DF-01F, который вы можете поменять самостоятельно. Ничего распаивать не нужно. Есть в комплекте специальный вот такой вот пинцет, которым вы можете достать эти переходники. И дополнительные уже, вот видите, ничего паять не нужно. Просто берете и меняете на те, которые вам нужны. Либо, допустим, вам хочется, не знаю, там с одной стороны более мягкие, с другой стороны более какие-то упругие. Это все по вашему желанию. Как угодно хозяин-барин. По поводу батарейки. По заявлениям ROG полностью заряженных батареек, обычных пальчиков, которые здесь стоят, должно хватать до 200 часов игры в режиме 2.4 Гц, то есть по радиосоединению. А по Bluetooth до 350 часов. Но напоминаю, что по Bluetooth частота будет падать до 125 Гц. Ну, конечно, все эти внешние рюшки, это, конечно, хорошо. Нас интересует, что там внутри, что там еще в сенсоре. Сенсор у нас здесь PixArt PMW3330, который является, ну, таким компактным решением 3360, который, в принципе, легендарный, как мне известно. У него значение DPI от 50 до 7200 DPI. Выставляется шаг в 50 DPI, снова-таки это все можно настроить в приложении. Кроме того, настраивается время реакции клавиш, нажатие от 4 до 32 миллисекунд. И можно также настроить даже высоту отрыва от 1 до 3 миллиметров. То есть это все вообще настраивается так же, как и частота опроса. 125, 250, 500 и 1000 Гц. Что тоже, в принципе, для геймерской мыши стандартно. То есть это такая компактная геймерская мышка, но на ней сказалось, конечно, геймерство на ее весе. Весит она 120 грамм, что много, как для мышки, тем более в таких размерах. И из-за этого у нее очень-очень сильно задник тяжелее, чем ее вперед. Да, как бы это правильно сказать. Вот, то есть мышка компактная, но далеко не для всех. То есть это либо для людей, у которых очень маленькая ручка. Либо для тех, кому нужно вот такое вот тревел-решение, брать с собой обязательно. Вот такая вот получилась мышь. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите, что вы думаете по поводу таких мышей. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Ну и, конечно же, до новых встреч.